Всем привет! Недавно я бродил по интернету и на каком-то странном сайте нашёл рассказ про SCP-173. Интересного в нём было то, что он был создан в декабре 2007 года, то есть за полгода до того, как SCP-173 был впервые загружен на нынешний сайт SCP. В честь этого я решил сделать уже третью подборку, рассказав про это существо, и в ней будет и перевод этого текста. Первое. Её шедевр. Это он был во всём виноват, если бы не он, ребёнок был бы жив. Прекрасное порождение нашей плоти и крови. Раскроить ему голову бейсбольной битой, которую он постоянно таскал с собой, оказалось очень просто, хотя проще было бы пристрелить из пистолета, но тогда пришлось бы наделать много лишнего шума. Он тяжёлый, из зияющей раны на его черепе вытекает кровь в перемешку с мозгами, пока я волоку труп из гостиной вниз в художественную студию. В то время как бетон доходит до нужной кондиции, я помещаю тяжёлую истекающую кровью тушу в металлический каркас, предназначенный для создания моего нового шедевра. Когда всё готово, я начинаю обмазывать этого дохлого предателя густой зернистой смесью. Бетон смешивается с его кровью и моим потом. Раз за разом я повторяю процесс, в течение целых часов и дней. Смешать, обмазать, повторить. Проходит неделя. В моей студии стоит запах прогресса, запах крови, запах цемента, запах создаваемого произведения и искусства. Основная форма готова. Голова моего творения возвышается надо мной. Я хватаю краски и принимаюсь за работу. Я наношу широкие мазки, начиная от головы, которая столь же огромна, как и мой живот в те дни, когда я носила в себе новую жизнь, и заканчивая ногами, которые такие же большие, как у этого изменника. Проработка деталей занимает куда больше времени, чем основная часть работы. Но когда всё готово, я еле сдерживаю себя, чтобы не заплакать. Я пристально рассматриваю своё новое создание. Поражаюсь его красоте. Я вложила в него своё боль и страдание. Почувствовав зов природы, я отворачиваюсь от своего малыша. Я слышу звук, как будто камни трутся друг об друга. И глаза заволакивает темнота. Второе. Файл ВВС США С-203-92Б. Перевод. Дата 7 июня 1952. Заполнена капитаном Генри Миллоном. Предмет найден рядом с Юма, Аризона 24 марта. Во время обычных рутинных учений капрал Бен Флинн. И его взвод проходили мимо странной статуи в пустом помещении, которое предполагалось использовать для учебной бомбардировки. Статуя имела примерно 7 футов высоту и форму человека. Руки и ноги были непропорциональны туловищу, напоминая зародыш. На лице была замечена странная раскраска. Сама статуя стояла напротив внутренней стены здания. После дальнейшего исследования капрал Флинн заметил, что статуя состоит в основном из цемента и, возможно, усилена арматурой. Похоже, что она сделана человеком. Дальнейшее исследование окружающей местности не выявило следов перевозки статуи, кроме деформированных следов ног. Похоже, что статуя была размещена тут местными, пытающимися навести шумы или это какая-то форма протеста против войны. Рядовой Эллен Бенсон сделал приложенные фотографии, чтобы задокументировать местность на случай, если будет расследование безопасности тренировочной зоны. Сразу как рядовой Бенсон покинул здание, он сообщил, что слышал звук, как будто кто-то громко скребется внутри. Это побудило его исследовать другие комнаты здания на случай, если гражданские лица все еще остались внутри необнаруженными. Местность была объявлена чистой командиром взвода, и статуя была оставлена в сооружении. На 9 июня в последнее утро перед сносом здания было сочтено необходимым назначить проверку, чтобы убедиться, что никто не находится внутри и что никто не будет убит. Третье. Выдержка из каталога аукциона Маршал Картер и Дарк. Лот номер 5621-173. Живая бетонная статуя. Минимальная ставка 20 миллионов долларов. Это прекрасное произведение искусства из бетона и арматуры. Было создано в 1987 году неизвестным художником. Высота статуи 2 метра. Она выкрашена в бежевый цвет с более темным оттенком в области живота и ягодиц, а также имеет яркий красно-зеленый взор на лице. Необычные свойства. В дополнение к своему поразительному авангардному внешнему виду, эта уникальная статуя является живой и довольно кровожадной, хотя она не может двигаться, пока на нее не смотрит. Статуя пытается сломать шею или задушить любого человека, которому ей удается подкрасться незамеченной. Инструкции по уходу. Объект загрязняет смесью фекалий и крови любое закрытое помещение, в котором он расположен. Рекомендуется не реже двух раз в неделю производить уборку силами команды, состоящей из по меньшей мере шести человек, как минимум трое из которых должны поддерживать постоянный зрительный контакт с объектом. Наблюдателям следует информировать других членов команды перед тем, как они собираются моргнуть. Отказ от ответственности. Объект будет доставлен заказчику в запечатанном стальном портативном сейфе укрепленной конструкции. Маршал Картер и Дарк освобождаются от ответственности за любые ранения или смерти, которые могут возникнуть с момента открытия сейфа. Четвертое. SCP-173D. Смит был идеальным агентом фонда. Методичный, в меру моральный, в меру аморальный и несомненно верный. Тем не менее, по непонятной причине он ощущал какую-то неприязнь к тому, что ему сейчас предстояло сделать. Это было стандартное списание. У фонда была репутация сборища барахольщиков. Они подбирали любой кусок мусора или кучу грязи, которая не вписывалась в их понимание мира, навсегда запирая их под тысячу замков и убеждая себя, что они делают всему миру одолжение. Несмотря на это, иногда шестерни бюрократии дают оборот. Бухгалтеры подсчитывают некоторые числа. Исследователи анализируют данные, и объект направляется на уничтожение. Списание. Так они это называют. И SCP-173 скоро должен стать SCP-173 списанной. SCP-173 – евклид, автономный, экстра-энтропичный, наблюдаемый скульптура. По всем правилам абсолютно збурядная аномалия. Кусок анарта, который убивает тебя, если не так на него посмотришь. Возможно, созданный каким-нибудь анартистом, только вышедшим из художественного училища. Смит не хотел слишком долго думать об этом. Ему не платили за раздумие. Во всяком случае, не в этот раз. В этот раз ему платили за разгром. И все же он колебался. SCP-173 был особенным. Конечно, он был одним из немногих, открытых для общего доступа. Но это, скорее всего, было потому, что ему было просто почти нечего скрывать. Конечно, это был один из объектов-примеров, лежащих в папке для новых сотрудников. Но это больше подходит как доказательство его обыденности. Конечно, каждый сотрудник Зоны-19 знал что-нибудь. Знал кого-нибудь, кто был знаком с кем-нибудь, кто погиб в каком-нибудь нарушении особых условий содержания от лапотой штуки. Самому Смиту доводилось хоронить товарищей из-за этого. Но он не заслуживал никакого особого признания. Ни от Смита, ни от фонда. Несмотря на это все, Смиту казалось, что он собирается оказать медвежий услугу этому миру. Характерное гудение якоря реальности Скрентона наполнило его уши. Ладно, все готово. Для него это было сигналом начинать ломать. Он начал с лица. Грубая карикатура на человеческий облик смотрела по-странному обвинительно. С выпуклой головы 173-го. Почему он должен делать это вручную? Проблемы с бюджетом? С каких пор деньги эта проблема? Ему не надо было беспокоиться о том, что статуя оживет посреди устранения. У него было сопровождение, чтобы не допустить такого. Ломать статую перед аудиторией казалось чем-то неправильным. Лучше, чем альтернатива, подумалось ему. Было ли это каким-то меметическим эффектом? Нет, фонд тщательно экранирует когнитивные угрозы. Конечно, это была работа всей жизни какого-нибудь скульптора. Но он не был ценителем искусства, особенно искусства, на счету которого есть жертвы. Возможно, он пробыл в фонде слишком долго. Достаточно долго, чтобы привязаться к этим машинам для убийств. Он слегка задумался, была ли конкретно эта машина для убийств живой? Слегка. Что ж, это уже не важно. Все кончено. Теперь статуя представляла из себя жижу на полу, состоящую из песик камня с кровью. Это был выдающийся опус неизвестного голодного до внимания творца, вложившего частичку себя в эту работу. Десятки лет на содержание, сотни жизней, отнятые напрямую им. Фондом были потрачены тысячи на его сдерживание. Его лицо было отпечатано в разуме тысяч сотрудников класса Д, живых и мертвых. Теперь это было невыразительной кучкой арматуры и человеческих экскрементов. Смит опустил кувалду. Смит расслабился. Смит сделал вздох, который сдерживал все это время. В этот момент он заметил металлическую капсулу посреди камней. Может, у 173-го все-таки были какие-то секреты? Он осторожно нагнулся, чтобы поднять ее. Он очистил банку от всех телесных жидкостей. Отчаянно желая ответа, он открыл крышку и прочел записку, лежащую внутри. Теперь все путем, все кончено.